Я не исключаю такого развития событий, при котором могут сказать, а ситуация в стране тяжелая, с коррупцией-то надо разобираться серьезно. Может быть президенту взять полноту власти в свои руки, вплоть до прямого командования министрами, тем более, что Конституция это позволяет? То есть ты говоришь об отставке медведя? Это может быть мягкое перемещение. Может даже не быть отставкой. Дмитрий Анатольевич может сам сказать. Вы знаете, мне всегда интересовало... Я устал, я ухожу. Ну, или меня всегда интересовала юридическая работа, работа с судами. Тем более, сейчас три суда переводятся в Санкт-Петербург. Вариантов миллион. Но ведь очевидно, что происходят непонятные, невидимые нам, но некие странные движения. Но в тот же момент, смотри, через неделю Медведев говорит, что если у него будут силы, он не прочь баллотироваться президентом в следующем президентском цикле. И в этот же день Рогозину Познер говорит, что я не вижу для себя президентских амбиций. Ну, во-первых, фраза Рогозина странная. По одной простой причине, я не могу себе представить политику, у которого нет президентских амбиций. Зачем он занимается в политике? Фраза Бмитрия Анатольевича была не совсем такая. Он говорил, что если народ выдвинет, что тоже абсолютно... Что значит народ выдвинет? Народ не выдвигает у нас никого. Ты сам выдвигаешься. Предлагаешь себе народ. Тем более, что Дмитрий Анатольевич изглавляет крупнейшую партию. Поэтому, если лидер крупнейшей партии вдруг говорит, что нет, я не собираюсь идти, это тоже странно. То есть, эта партия должна принимать какие-то свои решения. То есть, это такая целая филологическая игра. Но суть-то в другом всей этой комбинации. Что сейчас власть разогрела ожидания общества. Рейтинг Путина резко растет. При этом, оценки, которые дает Путин в деятельности правительства, и оценки, которые дают Медведев в деятельности правительства, диаметрально расходятся.